Вернуйте к слову. Уважаемые коллеги, я хотела бы обратить внимание на три эпизода. Василий Анатольевич говорил о фактической стороне этого дела, а я о трех эпизодах, которые этому предшествовали. Два из них случились еще до того, как Евгения Александровна Сухорокова стала заместителем главы Петрозаводского городского округа. В то время, когда Евгения Александровна еще работала первым заместителем главы администрации Прионерского района, она была приглашена на встречу главе республики Худеларину Александру Петровичу в момент отсутствия Светланы Всеволодовны. И в этом, можно сказать, в таком приватном, служебном, естественном разговоре глава республики сообщил Евгению Александровне о том, что он владеет информацией о ней, о ее работе. Она слышала очень много хорошего, дал ей достаточно такие лестные характеристики, что она профессионал, хороший специалист. И выразил пожелание, чтобы Евгения Александровна работала в команде главы администрации, то есть главы республики. На что Евгения Александровна сказала, что этот разговор нужно проводить с главой администрации, первым заместителем, которым она является. И что фактически она ответила отрицательно, ответила отказом на это предложение. Естественно, мы понимаем в жизни, наверное, у всех, кто проходил в управленческих вертикалях какие-то ситуации, особенно связанные с предложениями, отказы всегда воспринимаются очень болезненно той стороной, которая делает такие предложения. Второй эпизод случился позже, буквально за три дня до того, как происходили выборы в сентябре 2013 года, когда по инициативе правительства в здании администрации Прионежского района была инициирована встреча с руководителями муниципальных учреждений, с главами поселений, с сотрудниками администрации Прионежского района. Встреча инициирована была правительством, отвечал за организацию этой встречи заместитель главы республики Громов, как куратор Прионежского района. И Евгения Александровна Сухорокова отказала Олегу Юрьевичу Громову в предоставлении зала в помещение администрации Прионежского района. Зная о том, что буквально за двое суток до выборов будет проводиться встреча с тем претендентом на пост главы района, которого ведет правительство, и что это такое открытое, неприкрытое использование административного ресурса и давление, когда работодатели заставляют еще и собирать здесь руководителей подведомственных учреждений. Она отказала в предоставлении зала. На что получила угрозы со стороны Громова, Олега Юрьевича, что ты никогда, имей в виду, что ты никогда не будешь работать в органах местного сонуправления, и вообще тебе не будет места в системе государственной и муниципальной службы. Такая риторика воинственная, которая присутствовала на этой встрече, а встреча, нужно сказать, состоялась только после того, как правительство изменило формат этой встречи и обозначили эту тему как отчет о выполнении указов президента. И вся риторика была достаточно такая агрессивная и воинственная. Я сама присутствовала на этой встрече, поэтому вынуждена была там и выступать по этому поводу. В средствах массовой информации это все освещалось. Третий эпизод случился уже после выборов, когда Евгения Александровна Сухорокова назначалась на пост заместителя главы Петрозаводского городского округа. Утверждение проходило на сессии Петрозаводского городского совета. На этой сессии присутствовал Громов Олег Юрьевич, как в данном случае представители правительства и главы республики, который очень резко и отрицательно, публично при всех депутатах Петросовета, сотрудниках администрации города Петрозаводска, при многообщественности присутствовало на этой сессии, депутаты законодательного собрания, опять же я сама присутствовала на этой сессии, было сказано в адрес главы Петрозаводска о том, что вы не должны вообще, при обращении к депутатам Петросовета, что вы не должны утверждать кандидатуру Сухороковой на пост заместителя как некомпетентного и неопытного специалиста. На что я также достаточно резко вынуждена была выступать на той сессии, это опять же все освещалось в средствах массовой информации. То есть вот три таких последовательных, можно сказать, системных эпизода, шага, которые были предприняты, и участником которых была Евгения Александровна Сухорукова, поведением которых не устроило правительство республики и главу республики, но или надо полагать, что, видимо, в назидание за то, что не так покорно и послушно, как хотелось бы, после этого открывается то уголовное дело, о котором идет речь. Все это происходит на глазах всей общественности города, республики, на глазах уважаемых журналистов, средств массовой информации. Мы видим всю последовательность вот этих шагов и действий. Мы видим вот это содержание вот этого, ну я не знаю, песочного карточного домика или как еще назвать можно, вот содержание этого дела, о котором говорил Василий Анатольевич. И естественно, что, как мы говорили на последней пресс-конференции, которая была весной, о том, что мы будем выстраивать всю систему мер по защите членов нашей команды. И Василий Анатольевич сейчас и скажет о том, какие действия предполагаются. Во-первых, дело в суд, а мы будем очень подробно, крайне подробно обсуждать каждый день судебного процесса. Потому что даже предполагая некую предвзятость и некую консолидацию совокупности правоохранительных и судебных органов, судье будет очень непросто находить какую-нибудь вину сухоруковую. И мы выступление каждого свидетеля и каждый предъявленный документ будем выставлять на обозрение. Для того, чтобы каждому прочитать и для себя сделать собственное заключение. Вот то, что мы планируем сделать в ближайшее время. Вот по этому поводу у нас все. Спасибо.